Всем хорошего дня, с вами Серверти, и сегодня мы с вами поговорим о Покрове, как туда попасть и чего там ожидать. Все существа, одаренные псионическими способностями, устанавливают каким-либо способом связь с Покровом, чтобы черпать силу, пусть даже только на подсознательном уровне. Цитата из Покрова. Попасть в Покров могут все империи, взявшие возвышение псиоников в трансцендентность. У вас появится проект Прорыв Покрова, который следует изучить, потратив 5000 социальной науки. После изучения проекта вы установите связь с Покровом, потратив 1200 энергии. Кстати, это число можно сократить до 400 энергий, если в вашей империи будет 4 штуки редких ресурсов под названием ЗРО. Устанавливать контакт с Покровом можно каждые 1800 дней. Итак, у вас есть все необходимое, чтобы установить связь и что нас ждет там. Духи, существа, мистическая энергия, дары, проклятия, новые технологии. Вы готовы? Давайте зайдем. В Покрове появляются разные события и большая часть из них подсвечена шансам выполнения. Зеленый это легко, желтый 50 на 50 и красный вероятность неудачи высока. В случае неудачи вас ждет проклятие Покрова, который будет вешать отрицательные модификаторы на вашу империю в течение 60 месяцев. Неудача просто прервется сеанс связи с Покровом или смерть одного из ваших лидеров. При положительной удачной связи вы получаете дары, которые дают вам бонус на 60 месяцев. Дары могут повысить продолжительность жизни лидеров, скорострельность кораблей, темп исследований, ремонт кораблей, прочность щитов, урон оружия, счастье поселения, привлекательность руководящих принципов, дальность сенсоров, маневренность кораблей, сверхсветовую скорость, обслуживание кораблей, мораль армии, выработку единства. Кроме даров вы можете попробовать шпионит заугадшей империи. В случае успеха вы получите одну из следующих технологий. А в случае провала готовьтесь к войне. При прогружении в Покров псионики могут получить уникальные технологии, такие как технологии прикогнитивного интерфейса, которые в некотором случае лучше, чем разумный боевой компьютер, но не во всех аспектах. Прыжковый пси-двигатель, вторая технология, которую псионики могут получить, это улучшенный вариант обычного прыжкового двигателя, что делает его лучшим в игре. И третья технология, это псионический щит, самые крепкие щиты в игре. Еще в глубинах Покрова вы можете получить возможность вызвать Аватара Покрова, их кстати два вида, наземный и космический. Но берегитесь, в случае неудачи, Аватар Покрова может появиться в одной из ваших систем и начать уничтожать все, что видит. У псиоников также появляется шанс возвысить одного из лидеров в Избранного, удваивая все показатели экстрасенса. Избранный может быть только один в вашей империи, и он бессмертен. Получив Избранного, вы также повышаете шанс связаться с древними сущностями, которые могут дать вам огромные бафы на империю, но за свою цену. Итак, их всего пять, но мы затронем сначала первые четыре. Начнем мы с составителя цепочек. Составитель цепочек увеличивает прирост населения на 15% и длительность жизни лидеров на 20 лет. Взамен создавая мутации, периодически выбирая поселения с признаками псионика и мешая их признаки. Далее шепот в пустоте, или шепчуяся себя в пустоте, как в нашем локализации, дарует вам 15% к темпу исследований и 15% к влиянию. Взамен ваши лидеры и поселения могут начать сходить с ума и себя убивать. Следующая сущность это пожиратель миров. Пожиратель миров ускоряет стрельбу ваших кораблей на 15% и поднимает мораль армии на 30%. Взамен, периодически пожирая ваши поселения на планетах. В случае, если империя все еще не счастлива после последнего поедания, он может съесть всю планету, превращая ее в мир покрова. Последняя сущность, доступная в мультиплеере, это Исполнитель желаний. Исполнитель желаний повышает добычу минералов и энергокредитов на 25%. Взамен, через 25 лет, поселения вашей империи начнут поедать больше товаров массового спроса или хотеть рабов вашей империи. И вот, мы подошли к пятой сущности, которая, к сожалению, доступна только в одиночной игре. Конец цикла. Красным текстом. Предупреждает, не нажимайте эту красную кнопку. Но мы же не будем ее слушать, правда? Итак, поехали. Вы получаете 100% к еде, к минералам, к энергии, единству, влиянию, скорости, исследований и вместимости флота на 50 лет. Все ваши планеты будут помечены покровом. И этот модификатор нельзя снять, даже если их захватит другая империя. Новые колонизированные или захваченные планеты будут помечены по истечению месяца. Через 50 лет придет час расплаты. Ваша империя перестанет существовать. Планеты Фортпосты и Флот будут аннигилированы. А поселение будет сожрано. Все планеты вашей империи превратятся в окутанные миры. Среда обитания и мир кольца будут уничтожены. А на их местах появятся аватары покрова. Все псионики вашей империи слились в одно целое энергетическое существо. Завершитель. Который будет летать по галактике, уничтожая все планеты. И каждая империя будет проклинать вас за это. К счастью, один из лидеров подготовил план спасения вашей расы. Вам дается одна случайная неколонизированная планета в галактике, где вы появитесь никто не знает. Но раз вы еще здесь, значит вы любите мазохизм. Кроме потери всей империи, флота и поселения, вы теряете 50 тысяч всех ресурсов. Однако предел минералов можно быть повышенным благодаря бункерам, что облегчит вашу участь. Есть еще одна уловка. Если вы начнете колонизировать планеты за 10 дней до конца договора, вы можете даже выжить. Напоследок могу сказать, что завершитель, как и аватары, не имеют брони, не регенерируют здоровья. Поэтому арк эмиттеры и бомберы к вашим услугам. Я надеюсь, этот гайд был для вас полезен. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся с вами в следующей серии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok